Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию беседу из цикла «Своеобразие русской культуры» ректора Института богословия и философии Петра Александровича Сопронова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша сегодняшняя беседа о русской культуре будет посвящена развитию темы, которую на прошлой неделе я уже заявил и отчасти раскрыл. Напомню, что у нас с вами идёт речь о влиянии Запада, западной культуры на русскую культуру в петербургский период её развития. Вещь понятная и хорошо известная. Русская культура петербургского периода 18-19-го, начала 20-го века развивается не просто под сильнейшим импульсом воздействия западной культуры, но она вестернизируется, она приобретает какие-то отчётливо выраженные черты западной культуры. Эти черты в русской культуре формируют не Запад вообще, Запад всё-таки понятие собирательное, а воздействие так называемых великих западных культур. Вот в ряду этих великих западных культур, которые воздействовали в 18-19 веке на русскую культуру, я выделял голландскую культуру во время Петровского царствования. Потом у нас с вами более подробно речь шла о воздействии Франции, французской культуры, французского духа на русскую культуру. А сегодня я буду говорить о влиянии Германии и немецкой культуры на русскую культуру. Ну, может быть, то, что я сейчас скажу, и не общезначимо, и тем не менее, для меня представляется более или менее несомненным, что именно Франция и Германия более всего влияли на Россию в петербургский период. Здесь имела место не то чтобы конкуренция, но, тем не менее, два мощных воздействия, так что и не очень-то поймёшь, кто воздействовал на нас больше. Для меня ясно, что остальные западные культуры несравненно меньший отпечаток наложили на русскую культуру. По поводу французской культуры я уже говорил, а теперь, стало быть, пришёл черёд Германии и немецкой культуры. Когда мы говорим о воздействии Германии и немцев на Россию и русских людей, надо иметь в виду для начала, ну, скажем, наше соседство с Германией. Франция находится, ну, может быть, по нынешним меркам и не очень далеко от России. Тем не менее, в представлении XVIII-XIX века это некая прекрасная даль. Францию надо добираться через ту же самую Германию, а ещё и через Польшу перед этим. Немцы – наши соседи. Русская империя, российская, простите, империя в начале XIX века уже попросту граничит с прусским королевством, с одной из великих германских держав. А к этому не лишним будет прибавить и то обстоятельство, что в Петровское царствование в состав Российской империи на началах известной автономии вошли две провинции – Истляндия и Лифляндия. Несколько позже, после второго раздела Речи Посполитой, состоявшегося в 1793 году, в состав Российской империи входит ещё и Курляндия. Вот эти три провинции – Истляндия, Лифляндия и Курляндия – населены эстонцами и латышами, но это обстоятельство как раз для России решительно никакого значения не имело. Значение имело то, что эти провинции были в сфере высокой культуры германизированы. Попросту говоря, и в Истляндии, и в Лифляндии, и в Курляндии всё дворянство было немецким. Горожане не были только немцами, но городской патрициат, немецкий язык, они определяли собой эту культурную атмосферу ещё и в этих, так называемых, воздейских провинциях. Так что немец и не только сосед, в том смысле, в каком соседствуют два государства, немец ещё и подданный Российской империи. Ну, а к этому ещё добавлю не менее очевидное обстоятельство. Немцы, к тому же, интенсивно в течение всего XVIII и XIX века переселялись в Россию. Наверное, сотни тысяч немцев за этот период снялись со своих насиженных мест, покинули свою родину Фатерланд и отправились куда-нибудь в Поволжье или в другие места расселения. Они составили, ну, не то чтобы очень значительный процент населения империи, но, так сказать, заметный её элемент. К тому же, со времён ещё Московской Руси, в Москве и некоторых других крупных городах появлялись немцы в качестве поселенцев. В Москве это была слобода особая для иноземцев, и среди этих иноземцев преобладали явно немцы. В этом отношении можно, видимо, даже говорить, что немец для нас ещё и сосед по дому, в буквальном и самом определённом смысле. Уже отмеченное мной, уже то, что я напомнил радиослушателю, говорит о том, что наши контакты с Германией и с немцами были гораздо плотнее и интенсивней, чем с Францией. Это что касается внешнего выражения этих контактов. А если пойти немножко дальше, то поговорить нам надо всё-таки о немецком влиянии на русскую культуру, именно на содержательную сторону культуры. И здесь, наверное, начать уместно будет с того, что немецкое влияние было очень интенсивное, глубокое и разностороннее в так называемой государственной сфере. То, как формируется российская государственность в XVIII веке, и как она себя даёт знать в XIX веке, это всё реальность, немыслимая, без немецкого влияния. Скажем, уже в Петровское царствование это влияние выразилось во введении знаменитой табели о рангах. Когда Пётр ранжировал всех гражданских чиновников, всех служивших в армии и в военно-морском флоте по этим 14 рангам, это было не просто упорядочивание чинопроизводства, не просто дифференциация служащих государю и Отечеству по рангам, это было ещё в известном смысле введение немецкого опыта в действительность российской государственной службы. У нас и чины-то назывались, именовались немецкими словами. Так оно началось с Петра, так оно закончилось в 1917 году. Когда мы говорим о табеле о рангах, конечно, не нужно перегибать палку и считать, что у нас, скажем, на военной и гражданской службе до Петра Великого не было чинов и званий, что у нас не было какого-то своего национального подобия табеля о рангах. Конечно, она, эта табель о рангах была в московский период, но Петербургский период ситуацию упорядочивает, делает её более чёткой, однозначной, вся табель выстроена. Здесь очень важно, что, скажем, чин военно-морской, чин сухопутный, чин на гражданской службе, и добавлю к этому ещё чин придворной службы, чуть позднее это определится с придворной службой, они имеют свои эквиваленты, они взаимосоотнесены. Это такой дух порядка, дух стройности какой-то, который входит в государственное управление с табель о рангах. Но табель о рангах всё-таки относительно реальность такая внешняя. Если так несколько углублять тему, то говорить надо нам ещё и о том, что в русском государстве, на государственной службе появилась фигура в московской Руси вовсе никак не представленная. Появился немец, чиновник и офицер. Этот немец, чиновник и этот немец-офицер действительно очень заметная фигура. Пример, который я приведу по этому поводу, будет только один. Когда мы заходим в Зимний дворец, в галерею 12-го года, где вывешено более 300 портретов генералов, которые как раз были в генеральских чинах в 1812-1813 году, то если дать себе труд классифицировать фамилии этих генералов, то окажется, что немцы там представлены очень широко, совершенно непропорционально численности немецкого населения в составе империи и даже непропорционально численности немецкого дворянства в Российской империи и, наконец, непропорционально числу офицеров на императорской службе. Немецкий элемент на государственной службе выделен как бы форсированно, очень сильно. И здесь-то как раз возникает проблема, а точнее она не возникает, она существует очень давно, она возникает в разговоре моём с вами. Проблема того, что вот широкая, может быть, слишком широкая представленность немцев на государственной службе каким-то образом вредила нашей национальной самобытности. Мы как бы онемечивались. Это действительно общее место для мыслителей 19-го, начала 20-го века, что Петербургская империя была империей немецкой. Петербург – город западный, и вся имперская государственность не просто не автохтонно русская, она не содержит в себе ничего национально самобытного, это некое привнесение чуждой формы, это привнесение, которое порождает вот такую государственную псевдоморфозу, ложное, искусственное, неукоренённое в сущности вещей образование. Вот этот упрёк российской государственности Петербургского периода, упрёк, который в значительной степени аргументируется как раз вот этим немецким присутствием, или тем, что очень часто называлось, а иногда и сегодня называется, немецким засильем. По поводу немецкого засилья, так называемого, можно сказать, пожалуй, если быть очень кратким, следующее. Если оно когда-то имело место, то говорить можно только о царствовании Анны Иоанновны. Вот этот промежуток между 1730 и 1740 годом действительно характеризуется тем, что при дворе Анны Иоанновны немцы не просто занимают высшие государственные посты, но и ведут себя по отношению к коренному населению и к дворянству, и к аристократии в том числе пренебрежительно. Русская не просто не в моде, а русская синоним всякого рода отсталости, дикости, варварства и так далее. Было, наверное, это было. Наверное, здесь что-то от засилья существовало. Но вот потом, потом разговоры о немецком засилье, как минимум, невероятно преувеличивают ситуацию. Ну что значит засилье немца на русской государственной службе? Что немец пришел откуда-то из своего далека или своего соседства и насильно укоренился в русской почве, и начал задавать тон государственной жизни. Но откуда у него такие силы и такие возможности? Думаю, что дело-то как раз совершенно в другом. А в том именно, что немец на русской государственной службе был фигурой желанной, фигурой конструктивной, и фигурой, которая, собственно, и выводила Русь из этой своей отсталости, из своей загнанности в какой-то медвежий угол. Немецкий чиновник и немецкий офицер попросту были более дельные, более деятельные, более образованные и ответственные. Они в чем-то задавали как раз норму и форму для русского чиновника и офицера. Они в среднем были, ну, как минимум, не худшими чиновниками-офицерами, чем русские. Но и, тем не менее, еще и имели некоторые преимущества. Наша русская реакция на немецкого чиновника и офицера очень часто иронично и отстраненно. Фиксируется его буквализм, его мелочная аккуратность. Фиксируется то, что немец-чиновник-офицер очень ограниченный такой буквалист. Наверное, все это не чистая клевета, наверное, в этом есть своя доля истины. Но истина таковой является тогда, когда она все-таки лишена этого сомнительного достоинства односторонности. Так вот, если мы фиксируем в немецком чиновнике некоторый буквализм и его ограниченность, то не мешало бы нам, например, обратить внимание на такое обстоятельство. Скажем, на русской гражданской, во всяком случае, да и военной в сильной степени, государственной службе, взятка, всякого рода подношения были, может быть, официальным и государственным преступлением, но, как таковыми, никем не воспринимались. Потому что взятка в системе патриархальных отношений, в системе культивируемого всеобщего родства и близости, действительно, это подарок нежестоящего дедушке своему батюшке. Взятки у нас брали беззаботно, благодушно и, в общем, с вполне чистой совестью. А вот немец-взяточник, хочу сказать, что это совершенно невозможно. Немец-взяточник, все-таки фигура несравненно более редкая, чем русский чиновник-взяточник. Немецкое чиновничество, оно другой выделки, других жизненных ориентаций. Да, этот буквализм, может быть, вёл к какому-то, вот, чему-то мертвящему в государственной жизни. Да, немец, плохо знавший или вообще не знавший русский язык, мог не чувствовать потребностей страны, мог как бы дышать несколько другим воздухом, чем дышит страна и народ. И здесь могли быть свои издержки, но позитив, я думаю, был безусловен. Поэтому именно такой приоритет отдавался немцам при их восхождении по ступеням табеля о рангах. Именно поэтому среди штатских и военных генералов было так много немцев. В целом это было оправдано. В целом это давало нам импульс европейскости, того, что нам так не доставало. Это по поводу государственной жизни и немецкого влияния на неё. На волнах радио «Град Петров» беседа кандидата философских наук Петра Александровича Сопронова из цикла «Своеобразие русской культуры». Ну вот ещё какой момент мне представляется обязательно нужно затронуть. Причём момент может быть и более важный, чем предшествующий. Это тот момент, то собственно культурное явление, которое я обозначу таким словосочетанием. Феномен русского немца. Русская культура 18-19 и начала 20 века просто немыслима без присутствия русского немца. Подчеркну это обстоятельство. Речь идёт не только и не просто о том, что, скажем, в России жило много немцев, которые влияли на русскую культуру в государственной ли сфере, в сфере наук и искусств, неважно. Дело-то в том, что многие, конечно, далеко не все немцы, жившие в России, находившиеся на государственной службе или не находившиеся, всё-таки становились русскими немцами. Вот феномен русского немца действительно несравненно ни с чем важен в данном аспекте для характеристики русской культуры петербургского периода. Вот что такое немец в качестве русского немца? Знаете, этот русский немец по существу мог даже толком не знать русского языка, говорить на нём коряво, перевирая слова так, что над ним легко было потешаться. Мог и вообще не знать русского языка, но быть, тем не менее, русским немцем. Вот русский немец – фигура действительно не просто подлежащая какому-то ироническому осмыслению. Прежде всего, это фигура, вызывающая всё-таки какие-то тёплые чувства, в частности, благодарности Германии и немецкой культуре по счастью того, что она сделала для России. Чтобы охарактеризовать этого самого русского немца, взяв, так сказать, быка за рога, я попытаюсь обратиться сразу к фактуре, попросту говоря, к цитатам. Вот среди этих цитат первое будет цитата из письма, написанного величайшим германским философом Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем, письма, которое было адресовано барону фон Икскюлю. Барон фон Икскюль, понятно, что он немец, и род Икскюлев – это немецкий баронский род из Курляндии. Сам Икскюль, интересующий меня сейчас, находится на государственной службе в Российской империи в начале XIX века. Он служит по дипломатической части и достигает достаточно высоких, хотя, может быть, и не самых высоких ещё чинов. Конечно, он совершенный немец по воспитанию, я как-то не удосужился проверить досконально ситуацию и узнать, владел ли он русским языком. Думаю, что если владел, то очень слабо, и, скорее всего, всё-таки не владел. Курляндия, не забудем, присоединена к Российской империи только в 1793 году, а у нас с вами речь идёт о письме, датированном 28 ноября 1821 годом. Курляндия всего-то в составе России 28 лет. Барон Икскюль родился ещё и как подданный Речи Посполитой. Тем не менее, он подданный Российской империи, и это обстоятельство определяет собой очень своеобразную интонацию письма Гегеля к барону Икскюлю. Итак, я это письмо процитирую. «Ваше счастье», – пишет Гегель, обращаясь к Икскюлю, – «что отечество ваше занимает такое значительное место во всемирной истории, без сомнения, имея перед собой ещё более великое предназначение. Остальные государства, как может показаться, уже более или менее достигли цели своего развития. Быть может, у многих кульминационная точка уже оставлена позади, и положение их стало статическим. Россия же, уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своём скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы. Ваше личное счастье, что благодаря своему рождению, состоянию, талантам и знаниям, уже оказанным услугам, вы можете в самое ближайшее время занять не просто подчинённое место в этом колоссальном здании». В этом письме я хотел бы обратить внимание на то простейшее обстоятельство. Простейшее – это оно простейшее, но оно и поразительное. Письмо написано на немецком языке «немцам к немцу». Но это не просто один немец пишет другому. Это философ и барон немцы, у которых различные отечества. Одного – Германия, у другого – Россия. И как раз этому ничуть не мешает немецкий язык письма. Отечества действительно разные. И разные они, потому что Россия – суть империя. А империя – это общность и государство наднациональное. Империя всегда более или менее дышит воздухом вселенскости. Империя по определению более или менее экуменична. В империи есть нация, которую только очень осторожно можно назвать господствующей. Скорее, это нация синтезирующая, нация собирательная, нация стержень. И есть множество других наций и народов, которые идентифицируют себя, прежде всего, может быть, и с собственной национальностью, но обязательно потом ещё и с принадлежностью к этой межнациональной общности. Вот к этой межнациональной общности принадлежит барон Икскюль. Он действительно не только русский подданный, не только подданный Российской империи, он ещё и русский немец. Он может сколько угодно мало быть осведомлён о русской культуре, русском языке и, конечно, русской истории, но в нём живёт вот это живое ощущение, ну, как это ни странно звучит, своей русскости. Он служит государю и Отечеству, ничуть не менее искренне и всерьёз, чем такой исконный природный русский русак. Среди немцев такого рода баронов Икскюли было много. Они очень многое определили в русской культуре, в русской государственности, в русской истории. Здесь мы видим феномен иноземца в России, который занимает совсем особую позицию. Такой позиции, скажем, у француза не было. Словосочетание, скажем, русский-француз, в моём представлении, едва ли какой-то смысл имеет. Француз может жить в России в качестве просто и только француза, а может обрусеть и стать русским. И не так уж мало французских родов, аристократических и просто там гувернантов, разночинцев обрусели. А вот феномен русского француза не сложился. Перед нами как раз феномен русского немца, который действительно такую исключительную роль играет в русской культуре. Немец, знаете, очень часто иронически это словосочетание употребляется в контексте пишущих о Германии и немцах в 18-19 веке. Верный немец, честный немец. Немец, когда бахвалится, тоже часто называет себя верным немцем, честным немцем в 18-19 веке, конечно. А здесь мы видим, что слова эти, в общем-то, не подлежат какому-то ироническому закавычиванию. Немец действительно присягает государю и своему новому отечеству и будет служить этому отечеству, может быть, в ущерб своей национальности, своей той исходной родине. Это мы увидим, скажем, и в ситуации Первой мировой войны, когда было очень много всякого рода подозрений в адрес немцев. И в адрес немцев над придворной службой, и в адрес немцев из числа генералитета русского. Их обвиняли в симпатиях Германии, обвиняли в том, что они пассивно сопротивляются немцам. Речь сколько угодно шла и государственные изменения. Всё это не подтверждается. Немцы шли под немецкие пулемёты в 14-16 году, ничуть не менее храбро, там, где храбрость эта была, чем русские. Они служили своему отечеству. И вот это действительно очень дорогого стоит. Здесь мы видим нечто, перед чем можно склонить голову. И вот если дальше всё-таки разбираться с этим так называемым русским немцем, то я хотел бы обратить внимание вот на что. Всё-таки, если мы возьмём образ Германии и образ России, образ немца и образ русского человека, это люди, несомненно, очень-очень разные. Их характеризуя, проще, наверное, всё-таки не сближать, а противопоставлять. Привычно мы говорим «немец аккуратен и методичен», «русский человек беззаботен, если не расхлябан». Мы говорим о какой-то там чаще всего преувеличенной русской широте, и тут же вспоминаем какую-то немецкую узость, буквальность, какую-то немецкую чуть ли не деревянность. Разве это не противоположности? Да, это противоположности. Но вот вы знаете, я рискнул сослаться на свой не такой уж, может быть, и маленький опыт пребывания в Германии. И когда я впервые побывал в Германии, у меня уже был опыт знакомства, скажем, с Францией, достаточно большой с Англией и с Италией. Я, видите, взял только великие нации, великие культуры. И вот знакомство моё с Германией отличалось одним свойством. Когда я видел немцев, видел и в личном общении, и где-нибудь в транспорте, и на улице, и когда немецкая меня обступила, у меня периодически возникало одно и то же ощущение, что немцы, надо же, какие-то странные люди. А потом я подумал, почему они странные люди? У меня не было ощущения в связи с французом, итальянцем или англичанином, что они странные люди. На самом деле, моя интуиция мне подсказывала, это какие-то очень странные русские. Понимаете, они действительно очень странные, но где-то на нас в чём-то и похожи. Как будто немножко переоделись и немножко притворяются. Ну, наверное, моё впечатление не общезначимо, и, наверное, далеко не все его разделяют, из тех, у кого есть подобный опыт. Но я на своём впечатлении готов настаивать, в каком отношении. Мне кажется, что, понимаете, бывают народы и культуры, которые очень сильно друг от друга отличаются, и в то же время вполне друг к другу равнодушны. А если неравнодушны, то их интерес взаимный, он как бы холодновато отстранённый. Это интересно, надо же, и так бывает. Но надо же, как мир передо мной распахивается, в нём есть совсем-совсем другое, чем моё. А вот наше сходство различия, наша, опять-таки преувеличив, скажу, наша любовь вражда к Германии, она другого свойства. Действительно, немец очень иной, но эта инаковость как бы взаимодополнительная. Мы слишком часто смотрели на Германию и говорили себе, да, они совсем другие, и нам никогда такими не быть. Но как было бы здорово, если бы нам вот какую-то немецкую прививку. Нас к немцам попросту влекло. Но вот как нас влекло к немцам, и как мы на них реагировали, я ещё немножко попозже скажу. А сейчас хотел бы, вот чуть вперебив самому себе, сказать, что и немецкое влечение к России очень особая вещь. Оно, это влечение, в 19-м, в 20-м веке имеет совершенно поразительные примеры, так сказать, очень трогательные, наверное. Ну, пример, может быть, не трогательный, но который, я воспринимаю очень всерьёз, и который, ну, как бы во мне какое-то моё национальное чувство благодарности, симпатии к немцам неизменно пробуждает. Вот какой это пример. Знаете, вот среди этих немецких баронов, так называемых на русской службе, я выделю три имени, три персонажа. Два из них достаточно известны, особенно один из них, а другой, может быть, менее. Речь идёт о бароне фон Мейндорфе, о бароне фон Зассе и о бароне Унгерне фон Штернберге. Унгерн фон Штернберг, понятное дело, казачий атаман, белое движение на Дальнем Востоке. Барон Мейндорф совсем другое. Барон Мейндорф был начальником императорского конвоя. Императорский конвой формировался из отборных казачьих сотен. Скажем, уральское казачье войско, кубанское, ну, конечно, прежде всего, донское, конвоя выставляли свои сотни, и вот эта отборная казачья сотня, их было четыре, по-моему, они и были тем самым императорским конвоем. Ничего бы здесь такого уж удивительного и, может быть, забавного и не было бы, если бы не. Если бы не командовал ими Остзейский барон Лютеранин Мейндорф. И ещё один пример, а потом я поясню, для чего я эти примеры нанизываю. Барон Зас. Барон Зас прославился своими кавказскими, так скажем, подвигами. Барон Зас несколько десятилетий служил на Кавказе и был очень лихим казаком. Он делал набеги на земли восставших горцев, иногда он бывал жесток, иногда его в этом упрекали и считали чуть ли не преступником, но в нём было и великодушие, его горцы и боялись, и уважали. Он был таким лихим казаком. И вот, скажем, Мейндорф, как отмечают мемуаристы, всё-таки он был на виду, императорский конвой, это всем видно и всем ясно. Мейндорф тоже обращал на себя внимание современников какой-то казачьей выправкой, каким-то казачьим щегольством. И вот, ну как это? Понимаете, три барона Лютеранина подались в казаки, почему-то им захотелось быть лихими казаками. И они где-то в чём, может быть, были немножко и забавны, может быть, немножко и смешны, и неадекватны, вот в этом желании стилизоваться, в этом шике и щегольстве казачьей жизни. Но было не только это. У них тяготение к казачеству всё-таки приводило к тому, что в чём-то они становились казаками. Эдакие, знаете, немецкие казаки. Здесь действительно, что могло влечь немца? Немец очень храбрый воин. У немца репутация в качестве солдата, ну, на мой вкус, всё-таки самая такая в Европе высокая, потому что немец неизменно проигрывал войны последние, но как он их проигрывал, особенно Первую мировую войну? Знаете, вот в смысле воинской доблести проигрыш Первой мировой войны стоил многих выигрышей, наверное. Вот рискну такое сказать. Не в оправдание Германии, потому что Первую мировую войну, на мой вкус, всё-таки развязала Германия. А вот характеризуя солдата, того, кто в окопе, того, кто под пулемётами или снарядами. Наши казаки – это воины, тоже по-своему прекрасные в XIX веке, но совсем другого свойства. Немец очень хорош, потому что немец не знает, что такое паника. Немец стоик, приказ для него почти святыня. Немецкая воинская доблесть – это способность организоваться там, где уже, кажется, для организации никаких возможностей не осталось. А казацкая удаль, невнеположенная часто и пьянствующая во время военных действий, действительно другое. Но вот захотелось немцу такого раздолья, захотелось немцу вот этой нашей знаменитой русской воли, захотелось ему пожить вот по-русски. И в чём-то удалось, в чём-то нет. Мы, понимаете, здесь должны действительно всё-таки попытаться понять. Ну, французов в качестве казака представить решительно невозможно, англичанина тоже, а немца можно. Мы очень разные, но есть вот это самое взаимное влечение. Русскому немножко хочется быть немцем, немцу немножко хочется быть русским. Другое дело, насколько это получается. Может быть, и не во всём, может быть, действительно, и не в главном. Русский немец, тем не менее, это человек, делающий очень решительный шаг навстречу русской культуре. Это человек, который не просто влияет на русскую культуру, но представлен в ней именно как реальность внутрикультурная, чего с другими народами, с другими великими западными культурами всё-таки, я должен сказать, не происходило. А теперь мне хотелось бы обратиться ещё к одному моменту, который я уже вскользь и касался. Это вопрос о том, что русский человек, всё-таки, сознавая всю громадность воздействия на него немецкой культуры, сознавая, что немцы его окружают, это его соседи, реагировал действительно на немецкое присутствие в России двойственно. Мы это немецкое присутствие в России знаем достаточно односторонне, и, может быть, даже слишком достаточно односторонне. Почему? Потому что наше впечатление о немцах в России, скажем, XIX века, это впечатление от великой русской литературы. И кого мы можем вспомнить? Мы можем вспомнить Берга, скажем, из «Войны и мира». Берг не просто бравый служака, но это человек какой-то непроницаемой пустоты, это какое-то звонкое осиновое полено. Стукнешь по нему, оно вроде и плотное, но прозвучит какой-то такой пустотой, он уж так ограничен. И жена-то ему досталась из этого прекрасного семейства Ростовых вера, такой тоже пустоцвет, человек, лишённый какой-то одарённости, какой-то внутренней жизни. Ну, немцы, кстати говоря, в конце XIX, начале XX века иногда обижались на этого Берга. Им казалось, что вот русские вот только так карикатурно, так сниженно видят немцев. Наверное, в этом было преувеличение, но не только преувеличение. Потому что, если мы этот ряд начнём перебирать и несколько далее, ну, кого мы можем вспомнить? Мы можем вспомнить фигуры, может быть, и несколько более симпатичные, но тоже, как бы, их восприятие отдаёт некоторой снисходительностью, отстранённостью, если не презрением, то всё-таки ощущением своего некоторого превосходства. Ну, Штольц. Штольц в романе Ивана Александровича Кончарова «Обломов». Конечно, Штольц обладает тем, чего начисто лишён Илья Ильич Обломов. Конечно, он человек методический, человек, который утверждает себя в жизни решительно и последовательно. Не просто делает карьеру и состояние, но у него уверенная хватка, такой хищный глазомер, у него выдержанность какая-то. Но разве кто-то из нас скажет, всё-таки Штольц – это да, а что такое Обломов? Настянетка Обломов. Мы видим, что Обломов – пропащий в чём-то человек. Умрёт он от своего апоплексического удара преждевременно на своём диване. Но каково богатство внутренней жизни, как она в нём светится и трепещет? А что такое Штольц в сравнении с Обломов? Опять-таки, чуть ли не то же самое Осиновое Полено. Можем мы вспомнить ещё и Карла Ивановича из детства, уточества, юность Льва Николаевича Толстого. Трогательная фигура немца-чудака. Но в нём тоже какие-то вдруг черты сухости просыпаются, скупости, того, что мы называем ограниченностью. Вот если подводить итог вот этой реакции русской литературы на немца, воспроизведения немцев в ней, то да, как бы можно, наверное, сказать так. Для нас русских, для наших русских писателей, значит, и для нас немец, может быть, и симпатичный человек, но в любом случае всегда более или менее ограниченный. Это реакция как бы типологическая, реакция преобладающая. Я совершенно не готов утверждать, что так оно и было на самом деле, что есть ограниченный немец и есть неограниченный, как его там назвать, да, с богатым внутренним миром русский. Думаю, что здесь русская литература и даже великая русская литература воспроизводит некоторую мифологему. Здесь она не столько немца схватывает, сколько как бы неспособная пробраться к чему-то более глубокому внутреннему, держится за слишком внешние впечатления. Впрочем, есть исключения. Исключения очень знаменательные, исключения, может быть, решающей значимости. Это Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин только походя касался немецкой темы и образов немцев. У него есть действительно немцы, которые стилистически очень сходны с перечисленными мною типами, но есть ещё немец в качестве главного героя одного из его произведений. Произведение небольшое, но, конечно, все его знают, и оно в русской литературе сыграло чрезвычайно значимый уровень. «Пиковая дама». В «Пиковой даме» главный герой – это Герман. Понятно, Герман из немцев. Но характерно Пушкин с его всё-таки в русской литературе небывалым тактом и этой знаменитым чувством меры, когда описывает нам Германа, всё-таки даёт понять, что это немец, что в нём есть что-то немецкое, как бы не совсем русское. Но в каком смысле не совсем русское? Он не немец, в отличие от русского, а он вполне русский человек с какими-то акцентами. Очень важно, Герман для него человек как таковой, его немецкость нужна для того, чтобы что-то нюансировать, но нет этой самой отчуждённости от русского немца, нет никакой гротескности в изображении Германа. Вот здесь Пушкин уловил то, что другим не давалось, близость русской немецкости и просто русскости. Для него русский немец Герман, прежде всего русский, прежде всего человек, ну а немецкое где-то отступает. Здесь опыт действительно чрезвычайно важный для русской литературы. Это исключение, а не правило, но повторюсь, исключение очень значимое. Итак, русская литература даёт нам представление о немце только как бы на одном полюсе. Был ещё и другой полюс, где к немецкому, к немцу, к русскому немцему и к немцу вообще относились совсем-совсем иначе. Правда, это уже не литературный ряд, а ряд людей, так сказать, практической жизни. Ряд людей, которые находились на государственной службе, которые были озабочены всякими повседневными делами и оставляли свои свидетельства о Германии и русских немцах, оставляли свидетельства о своих мемуарах. Но вот из этих мемуаров я сделаю некоторую выдержку, что ли, того, что иллюстрирует для меня наиболее значимое. Знаете, когда была война 1812 года, то кто только в ней не прославился. Среди прославившихся и достойных славы, причём были имена как бы второго, третьего ряда, которые совершенно забыты. Сказать, что они забыты незаслуженно можно, ну а как не забыть, если действительно сотни в высшей степени примечательных людей как-то заявили и выразили себя в 1812-1813 году. Среди них был некий, приходится говорить некий, Михаил Михайлович Петров, бравый полковник, который командовал батальоном егерского полка весь 1812 и 1813 год. Вот этому Михаилу Михайловичу Петрову в 13-14 году пришлось пройтись по Германии. Когда союзная армия двигалась по Германии, она вела почти непрерывные бои со ступающими наполеоновскими армиями и корпусами, и Петров, как и очень многие другие, разглядел Германию, вгляделся в неё, полюбил Германию и восхитился ею. И вот всю свою оставшуюся жизнь, а жить ему было ещё несколько десятилетий, он вспоминал свой поход в Германию как какое-то особое время. Он говорит о том, что эта Германия звучно отсылает своего солдатской душе. Он хотел бы пожелать своей родине благоустройство германского. Его любезное отечество должно быть устроено на немецкий лад. Он вглядывается в то, как живут немцы. Он смотрит, как почтенный отец семейства проводит свои вечерние досуги в круге семьи. Он восхищается не просто порядком, методичностью и аккуратностью, он восхищается чем-то большим, устроенностью жизни. Он восхищается тем, что немец как бы предельно жизненно серьёзен, что он выстраивает свою жизнь как некоторую такую миссию, что ли. И его окружает не просто благоденствие, когда он его окружает, это плод его усиленного напряжённого постоянства. Вот этого бы нам, русским, этой бы нам прививки. Это реакция на Германию, которая действительно подпадает под эту, ну не формулу, какую-то там умонастроение. Эх, нам бы так. Если я начал бы перечислять всех, кто реагировал на Германию подобным образом в 1812 году, то список был бы длинен, слишком длинен. И здесь я хотел бы, вот знаете, ещё что акцентировать. Если бы спросить русского человека, скажем, в 18, во второй половине 18 века, во всяком случае, и уж точно в 19 веке, вот какая страна для него, вот такая самая привлекательная, что ли, страна, которая подёрнута вот этой дымкой, чего-то неотразимо влекущего и преимущественного. Конечно, он скажет, Франция, прекрасная Франция. Конечно, Париж – центр мира, но действительно Франция в прекрасном далеке. И характерно, когда русские войска в том же 1813-1814 году вступили на территорию Франции, они, в общем-то, в лице офицеров, просвещенных и внимательно осматривающихся кругом, в общем-то, не избежали разочарования. Это разочарование, скажем, сквозит в мемуарах тоже очень известного в своё время лица Михайловского Данилевского. Михайловский Данилевский был официозный и очень известный историк войны 12-14 года, многотомный и приветствовавшийся Николаем Первым, который его за это, собственно, и жаловал. И вот Михайловский Данилевский пока ещё всего лишь капитан по квартирмейстерской части, пребывает он в главном штабе русского командования и в этом своём качестве свитского и штабного офицера вступает во Францию. И вот его реакция. Жителей Франции мы нашли несравненно на низшей степени образованности, нежели немцев. А потому удивление почти всех наших офицеров, надеявшихся по внушениям своих гувернёров найти во Франции Эльдорадо, было неописано при виде повсеместных в деревнях и в городах бедности, неопрятности, невежества и уныния. Франция, в общем-то, не сверкает. Франция уступает Германии восприятии русского офицера. Нас действительно как бы вот непосредственно касается Германия. Она актуализируется в душе русского человека. Я привожу цитаты из ряда как раз вот начала XIX века. Поверьте, они могли бы быть и из другого ряда, и другая хронология здесь могла бы быть привлечена. Так или иначе, мысль у меня одна, и касается она того, что немецкая действительно для русского человека реальность особая. Немецкая – это то, с чем он себя соотносит. В Франции можно восхищаться, во Франции можно получать образование, главным образом воспитание, а немецкая действительно обладает в сознании русского человека достоинством примера. Это пример, которому русский человек, конечно, так и не научился следовать. Я не знаю, хорошо это или плохо, что он научился ему следовать, и можно ли вообще-то, говоря, себе привить немецкие добродетели, не став немцем. Это вопрос действительно открытый и вряд ли так уж разрешимый. Другое дело – неизбывная потребность в немецком для русской души. Отсюда, в частности, феномен русского немца, отсюда то, что о влиянии Германии на русскую культуру очень многое можно что сказать. Конечно, я проговорил далеко не всё, даже из самого главного, но, кажется, время моё уже истекает. На этом наша сегодняшняя с вами беседа заканчивается. Всего вам доброго, до свидания. На волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа кандидата философских наук Петра Александровича Сопронова из цикла «Своеобразие русской культуры». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова